Я занимаюсь геймдизайном, то есть я пролив дизайнер для игровых продуктов. Я занимаюсь этим около пяти лет, но также мне доводилось и доводится заниматься и неигровыми продуктами, то есть быть пролив дизайнером просто продуктов IT, программных. В общем-то, эта деятельность похожа, когда делаешь игру и делаешь просто продукт. Но есть и какая-то разница. И эта разница, она очень особенная. Самый главный вопрос, который сейчас я хочу поднять, это что такое вообще игра. Потому что есть очень много разных активностей, которые друг на друга совсем не похожи. Есть компьютерные игры, есть спортивные, есть ролевые, есть интеллектуальные. Есть игра на бирже. Есть игра, вот как детеныш и животных котенок играют. И есть игра, которая занимается политикой, они являются целыми нациями, но это тоже как игра. Что общего во всех этих видов деятельности? Может быть, кто-то здесь знает или может предложить какой-то вариант. Что общее? Ретеншн. Ретеншн – это что они возвращаются в игру. Ну да. Ну да. Правильно. Что производителю важнее всего? Нет, ну просто если мы говорим вообще про любые игры, вот например, котенок, он тоже возвращается, у него есть интеншн, он к этому шарику вернется. Вот. Но и политика к этому тоже вернется. Получение удовольствия в процессах. Да. Правильно. Я за тоже. Правильно. Захватывает. Интересно. Да. И вот если подумать, вот эти все вещи, которые испытывают игроки – это эмоции. И сейчас мы переходим к такому интересному выводу, что любая игра на самом деле – это эмоции. Эмоции – это базовый механизм нашей нервной системы. Они управляют поведением, социальным взаимодействием, обучением, памятью. Внутри любой игры, какую бы она форме ни принималась, всегда лежат на самом деле эмоции. Она состоит из них. Но не любые эмоции – это игра. Игра – это только эмоции, которые относятся к какой-то виртуальной ситуации, ситуации по наружку, искусственной ситуации. Если эти эмоции переходят в реальную ситуацию на реальных людей, а не каких-то там условных персонажей, игра перестает категория. Игра задействует механизм эмоций для обеспечения развлечения и обучения. Играют не только люди, но и многие животные. Сейчас мы посмотрим, как развивался механизм нашей нервной системы. Сначала появился рептильный мозг – это всякие крокодилы, рептили, змеи. Жизнь ящерицы какой-нибудь, она очень простая. А ящерице не нужно ничему учиться, ничего планировать, ей не нужно взаимодействовать с сородичами. Она просто обеспечивает свои базовые потребности. И поэтому мозг у нее простой. Это можно сравнить с каким-то компьютером или роботом, дроном на нейронных сетях. Там есть просто много-много вариантов поведения, которые просто переключаются. И все. Эти животные, ну там еще рыбы, например, или насекомые, эти существа не испытывают эмоций. И они не играют. А потом в ходе эволюции появился такой механизм, как лимбическая система. Лимбическая система позволяет живым организмам более гибко приспосабливаться. То есть не просто какой-то ответ на запрограммированную ситуацию, а такой ответ, который не был вообще изначально запрограммирован, если ситуация стала какой-то там непонятной. Но лимбическая система отвечает за эмоции, память. Также она отвечает за место в группе, доминирование, статус и обучаемость. Особенно обучение, связанное с получением эмоций. И это внекопитающие и птицы. Многие из них уже могут испытывать эмоции. И в этом плане они гораздо более близки нам, людям. Более понятны. А потом появился так называемый неокортекс. Это вот то, что снаружи. Неокортекс появился у высших некопитающих, у высших птиц и, конечно, у человека, который составляет 85% головного мозга. Но не нужно думать, что раз это 85%, то неокортекс всем управляет, и все остальные эти элементы устаревшие и не используются. Нет, все совсем не так. Каждый новый элемент возникал на платформе предшествующей. И внутри нас по-прежнему есть алимбическая система и лептильный мозг вот этого древнего крокодила. Он продолжает жить где-то в землях нашей психики, нашей нервной системы. И в некоторых ситуациях он даже оттуда может выглядеть. Алимбическая система у нас тоже есть, потому что все наше мышление пронизано эмоциями. Поскольку она отличается за место в группе, за коммуникацию с другими существами, все, что мы испытываем, общаясь с другими, это эмоции. И часто мы наделяем эмоциями даже неодушевленные объекты, например, компьютеры или автомобили. Или, например, когда мы с рептилиями пытаемся взаимодействовать, мы пытаемся как-то проецировать на них свои эмоции, но у них нет эмоций. У меня был знакомый, который разводил таких змей, ну, в общем, любил рептилии, террариум. И у него был варан, комодский варан. И этот варан его как-то укусил. Надо сказать, они немножко ядовитые. Ну, вообще-то больно, и у них там слабый яд. Конечно, он не может причинить передач человеку, но несколько дней его лихорадило. Он обиделся на этого варана и даже хотел его продать. А потом он заметил странную вещь, перемену в поведении этого варана. Он стал просто этот варан за ним ходить, садился и смотрел на него виноватым таким взглядом собачьим. Он идет в компьютер, этот человек варан приходит, рядом садится, смотрит. Он идет на кухню, варан идет за ним, садится, смотрит. И он подумал, что варан почувствовал какую-то вину, что он чувствует, что он виноват. Ну, и он его простил. На этом все закончилось, но через несколько лет он узнал про то, как эти вараны охотятся, ну, как они живут в дикой природе. Поскольку у них яд очень слабый, но они хищники, они не могут убить свою жертву ядом. Поэтому он отбегает, кусает и отбегает. И несколько дней он ходит за своей жертвой, ожидая, пока она не умрет. И тогда он, ну, точно это и есть. Таким образом, варан просто выполнял свою биологическую программу. Он ждал, пока жертва умрет. А владелец думал, что он испытывает какое-то раскаяние, отбегает эмоции, чувства. Просто потому, что мы по-другому не умеем общаться с другими живыми существами. И это хороший пример того, как эмоции управляют всем нашим разумом, мышлением и так далее. Это очень сильный инструмент, и управляя эмоциями, можно управлять человеком. Как это работает? Вот есть мозг. Он воспринимает какую-то информацию из внешней среды. Он ее сравнивает с предыдущим опытом. Он ее оценивает и, допустим, классифицирует ее как опасную ситуацию. После этого он переключает организм в определенную конфигурацию. То есть вот мы видим, что кошка увидела собаку, оценивала, что это опасно. И она тут же моментально реагирует, потому что ее мозг послал сигнал телу. Кошка принимает определенную позу, у нее являются определенные гормоны, учащается сердцебиение, напрягаются мускулы, и ее организм готов. Он готов или сражаться, или убегать. И организм дает сигнал назад на мозг. И именно вот этот вот сигнал назад, обратно в разум, это то, что мы воспринимаем как эмоции. То есть если мы думаем, что вот я грустный, это часть меня, я грустный, это вот как бы пронизывает все мое мышление, вот моя эмоция в текущий момент. Но, то на самом деле это всего лишь иллюзия. Потому что эмоция существует только вместе с конфигурацией организма, телесных. Например, если я испытываю злость, мой разум дает команду телу. И это проявляется на уровне телесных. То есть у меня сжимаются кулаки, хмурятся брови, разнимаются зубы и так далее. Я думаю, что это все происходит, потому что я испытываю эмоции. Но на самом деле не так. Если я полностью устраню вот эту вот телесную конфигурацию, то есть ликвидирую внешнее проявление, разожму кулаки, расслаблю все мышцы, усилием воли заставлю себя дышать реже. Сердцебиение, оно рано или поздно, пульс упадет. И вот когда я подавлю все эти внешние симптомы эмоции, я перестану испытывать эту эмоцию. Я перестану испытывать, например, злость. Это доказано уже давно, научно. Проводили об этом. И наоборот. Вот, допустим, нет никаких предпосылок для того, чтобы возникла злость. Но если я искусственно сожму кулаки, и там вот это вот все, переведу себя в это состояние, я начну испытывать злость. То есть управляя телесной конфигурацией, состоянием организма, мы управляем эмоцией. То есть разум, он дает команду, получается, потом получает эту эмоцию обратно. И эта эмоция уже дальше может управлять разумом, потому что, например, в ситуации страха резко снижаются когнитивные способности. Потому что, ну, это эволюционно. Человек в этой ситуации, он должен или обычно убегать, прятаться или сражаться. Ему не нужно ничего вспоминать, ничего там анализировать. И если он это делал в такой ситуации, то он обычно потомство не оставляет, потому что его всегда... То есть эмоция всегда существует вместе с определенной конфигурацией организма. Только так. И это результат. Интересный момент, например, для тех, кто занимается VR. Если мы заставим человека принимать определенные пользы, двигаться с определенной амплитудой, там определенное движение, мы можем напрямую включить его эмоции. Вот. И второй еще аспект. Эмоция настолько сильная, ну, поскольку они программируют наш разум через гормоны, через ледитативную вот эту систему, они могут полностью управлять нашим восприятием и нашим разумом. Известно, например, вот так сказать, юридический аспект. Известно такое состояние аффект. Аффект – это очень сильная эмоция, когда человек не может контролировать свое поведение. И это настолько общеизвестно, что я знаю, что приступление, если доказано, что оно совершено состояние аффекта, то это считается смягчающим обстоятельством состояния аффекта. Потому что понятно, что человек не мог себя контролировать в тот момент. Настолько эмоции могут управлять всем нашим восприятием, всем нашим разумом и всем, что мы делаем. Вот. Собственно, зачем вот это все гейн-дизайнер, тому, кто делает игры? Очевидно, что поскольку игра – это эмоции, то когда мы конструируем игру как конструктор, как продукт-дизайнер, мы должны закладывать определенные эмоции. Что бы мы ни делали, какой бы экран мы ни создавали, какой бы элемент геймплея, мы должны совершенно сознательно подумать про то, какие эмоции мы хотим здесь призвать у игрока. Ну вот, собственно, вот здесь перечислено, зачем это нужно делать, выключенность и так далее, настройка на нужную волну, фан-фактор. Фан-фактор – это вот именно те самые примитивные чувства развлечения, удовольствия, которые испытывают все детеныши, все дети, когда они во что-то играют. Это то, с чего игры пошли, начались. И сейчас в коммерческой игровой индустрии часто я сталкиваюсь с тем, что люди говорят, давайте возьмем самые успешные механики, их объединим. Вот шутеры люди играют популярно, давайте вот делать шутер, но с элементами МА-4, потому что МА-4 – это проверенная механика. Давайте у нас, надо, три монстры в ряд, и стреляешь, они все три взрываются. Отлично, гениально. Что еще? Как мы будем монетизировать? Лутбоксы, сундучки. Пусть у нас в шутере еще будут сундучки, которые нужно покупать и открывать. А еще есть механика «подожди или заплати». О, шикарно! Чтобы поднять с монстра какое-нибудь оружие, мы должны или пять минут подождать, пока он будет мучиться и умрет, акваран этот, или мы должны заплатить и сразу забрать. И вот по такому принципу мы можем сделать такого франкенштейна, то есть сложить эти конструкции, у нас получится как-то вроде бы живое существо. Вроде бы это должна быть игра, но она может оказаться неживой, это может оказаться просто какой-то зомби. Все правильно, но не работает, именно потому что здесь нет самого главного – нужных эмоций. Многие используют это еще, вот это получение эмоций в монетизации приложения. Мало того, что эта игра должна быть хорошая, она еще должна монетизировать, люди еще должны доплатить, нужно их стимулировать. А как часто делают? Вот берут эти успешные механики и объединяют. Но я за научный подход. То есть есть то, что я называю карго-культ против научный подход. Если кто-то не знает, я могу вкратце сказать, что такое карго-культ, это во времена Второй мировой войны, в Полинезии американцы создавали военные базы. Они там высаживались, это все строили, а тузелцы, они же не дураки были, просто они находились на первобытной стадии развития своего общества. Они смотрели и думали, откуда вот этих белых людей на нашей земле, к тому же, возникают все эти ништяки, все эти машины, еда, все эти красивые штучки. Они стали анализировать, чтобы позаимствовать эту механику, они увидели, что все просто, им привозят самолеты. А почему? Потому что белые люди умеют их приманивать. Самолеты, они их приманивают, самолеты прилетают. Ну а что это за самолеты? Это надо в духе предков с ними придать. И белые люди их приманивают тем, что строят эти все посадочные полосы и так далее. И тузелцы стали это копировать. Они просто стали защищать аэродромы, делать там дома, полностью копировать поведение американских военных, делали ружья, ходили с строем, изображали диспетчеров, наушники из кокосов и так далее. Они копировали эти механики, но почему-то самолеты не перевозили им карго. Даже когда они стали делать для приманки самолеты из травы и листьев, похожие очень. Но все равно почему-то не работало. Они стали думать, анализировать, шаманы там у них трудились и поняли, что просто мы чего-то плохо скопировали, надо более тщательно копировать белых людей. И они забросили все свои промыслы, рыболовства и так далее, стали копировать детально белых людей. И, кстати, а это долго продолжалось, Каргакуль, по-моему, до 70-х годов. В конце концов, это все поставили на грань умирания, потому что они перестали охотиться, строить лодки и все такое. Ученые забили тревогу, потому что пропадают, ну, народность, это не шутки. И они подняли вопрос про то, чтобы им присылали гуманитарную помощь. И, как ни странно, эти интузентцы добились самолеты, повезли им карты специально для них. Но это Каргакульт, это копирование успешных механики. Есть другой подход, когда можно брать эти успешные механики и анализировать, почему они работают вообще, как. Это я называю научный подход. Я приверженец именно вот этому делу. Рассмотрим на примере. Те же самые лутбоксы. Лутбоксы – это как игровые автоматы. Почему эта механика работает? Потому что, как я говорил, внутри нас есть лимбическая система, которая управляет нашими эмоциями. А у лимбической системы есть такой механизм, отличается полезные зернышки от камешков. Она клюет какое-то зернышко вкусное, она клюет другое, а это камешек указывается. Клюет опять камешек, клюет, ага, зернышко. Механизм этот полезный, потому что она получает стимуляцию от позитивных моментов с зернышками, но она не получает особой негативной стимуляции от камешков. Потому что какая разница? Клюет она 20 раз камешков и одно зернышко – это уже профит для птички. Это хорошо. Но совсем другое дело, когда мы имеем игрока в игровые автоматы. Лимбическая система про деньги ничего не знает. Таким образом, игрок что-то выигрывает, он получает удовольствие, он начинает играть дальше, и он проигрывает много-много раз. Но в следующий раз, когда он выигрывает, он получает удовольствие, которое полностью стирает весь этот негативно из его памяти. И он получает позитивную стимуляцию на эмоциональном уровне. И он не… Ну, то есть если посчитать, он проигрывает больше, чем выигрывает, но он этого не чувствует. Он чувствует удовольствие. Или вот другой пример. Надлимбической системой у нас неокортекс. Казалось бы, это такая штука, которая отвечает за мышление, за рациональные такие штуки. Но дело в том, что неокортекс – очень сложная вещь. И он не весь развивается сразу. В неокортексе есть такой раздел, например, фрикронтальный кортекс, подраздел как бы его, который оценивает риски. Он оценивает риск от 7-минутной выгоды, которая совмещена с какими-то последствиями. Вот. До того, как… Он развивается примерно к 25 годам только. До того, как он развился полностью, этим занимаются другие отделы мозга, но они менее заточены под это, они менее эффективны. Вот почему, например, банки и кредитные компании занимаются окучиванием людей от 18 до 25 лет активно. Потому что у них еще не развился префронтальный кортекс, они склонны брать кредит. Потому что они не могут оценить, насколько отложенные последствия перевесят немедленное благо какое-то. Точно, да. И вот, например, подростки, известно, что подростки плохо могут оценивать эмоциональное состояние других людей. И подростки склонны к неправданному риску. Это происходит по этой же самой причине. У них еще не развился префронтальный кортекс. Именно поэтому, например, многослойные игровые валюты хорошо работают для монетизации. Если кто-то знает World of Tanks, там есть золото, серебро, гоны и разные всякие другие жетоны, в World of Tanks и Blitz есть запчасти, еще что-то. Все эти части, они друг на другу меняются. А покупайте золото за реальные вещи. Вопрос, почему? Почему бы не сделать модель монетизации, когда просто я хочу камуфляж для танка, я за реальные деньги его покупаю? Потому что я понимаю, что я делаю покупку. В случае с многослойными игровыми валютами это все нивелируется. Мне кажется, что я не делаю покупку, что я обмен валют делаю. меняю свои деньги на золото, золото на серебро, серебро на камуфляж, туда-сюда, я не ощущаю, что я трачу деньги. Наоборот, я как игрок вижу, что World, это мой счетчик, растет. То есть я покупаю золото, я не ощущаю, что я трачу, приобретаю золото, я его получаю. Особенно, если они говорят, купи там на 50 долларов золото и получишь скидку там 50%. Я понимаю, что я выгоду получаю, я не понимаю, что я трачу. Это тоже будет поэтому. Ну и фанпейн, это то, чтобы игрок продолжал чувствовать достаточно фан, развлечения, удовольствия от того, что он играет, но причинить ему максимальное число неудобств, чтобы ему захотелось заплатить и убрать эти неудобства. То же самое, когда мы говорим жди или заплати, или в матч 3 мы делаем paywall. Но дело в том, что если игрок поймет, что это paywall, что ему нужно обязательно заплатить, фан исчезает, потому что это не игровой элемент, это как бы нечестная игра. И это нужно делать, это определенное искусство так делать, чтобы он не чувствовал, чтобы он все еще чувствовал удовольствие от игры. Ну, а этот вот фактор, немножко мешает что-то. Да, вот я заплачу, что-то устраняю, больше не буду платить, а просто сейчас. А больше мне это не нужно. А потом через какое-то время опять. В кореточке, это вот раздел нашей беседы сегодня. Мы, наверное, ну, многие поняли, что если, ну, если люди здесь занимаются игровой индустрией, что мы должны вкладывать какие-то эмоции, мы должны думать про то, какие эмоции мы хотим вызвать у игрока. Совсем другой вопрос, какие эмоции мы можем вызвать. Насколько мы можем управлять эмоциями, какие бывают эмоции, насколько быстро мы можем их менять, и, наконец, с помощью чего мы можем их менять. Но начать надо с того, как мы можем измерить эмоции, как мы можем оценить. Потому что нам нужно вот человек, нам нужно измерить эмоции человека в цифрах. Какой бы сложный спектр эмоций не испытывал человек, нам нужно оценить в каких-то цифрах, для того чтобы мы могли потом эти цифры сравнить. Вот. И вот, предположим, нам нужно придумать систему, как мы можем оценить по какой-то шкале, по каким-то цифрам эмоциональное состояние человека. Есть у кого-то какие-то предложения? Ну, мы спросим, он скажет, ну, мне нужно тут выплачивать кредит, и в World of Tanks там нужно поиграть, еще там чего-то. Вот он это скажет. Тоже информация о действиях игрока в реальном деле. Мы на этой работе закладываем, что какие-то действия ассоциируются с какими-то эмоциями, и в зависимости от того, как действует игрок, мы можем как-то анализировать, что он чувствует. Ну, хорошо. А как мы это можем в цифрах оценить? Если нам нужно именно оценить? Ну, статистику ставить, сколько процентов людей и как действует в 30-100%? Да, но мы получим по действиям, но не получим по эмоциям. Нам допустим нужно. Вот человек есть, его эмоциональное состояние, мы на него воздействуем, потом снова замеряем эмоциональное состояние, смотрим, как оно изменилось. То есть нам нужно оценить именно эмоцию. Потому что поведение… не позволяет их оценить. Но вот, например, можно взять шкалу неудовольствия, удовольствие. И мы можем, допустим, оценить, что неудовольствие максимальное, которое человек может испытывать, допустим, его жарят в аду, минус пять, а максимальное счастье и удовольствие, которое он может испытать, это плюс пять. А ноль – это нейтральное состояние, такое обычное. Вот. Это уже какая-то шкала. И так мы можем оценить. Но эта шкала, она слишком примитивная. Потому что как оценить эмоции, там, зависть, ревность, какой-то там комплекс вины, еще чего-то там. Как это можно по такой простой шкале оценить? Чем интерес отличается, например, от удовольствия простого? Они примерно будут где-то там в плюс, в одной зоне. Но мы можем усложнить, можем вести две шкалы – негатив-позитив и возбуждение-торможение, то есть адреналин и спокойствие. Таким образом мы можем куда больше числа эмоций оценить в виде двух, всего лишь двух циферок. Вот. А был такой психолог Вильгельм Вунд в 19-м веке немецкий, который предложил трехмерную теорию чувств, то есть три шкалы вести – вот эти две, плюс еще третье – напряжение-разрядка. Потому что напряжение может быть самостоятельным чувством. Например, спортсмен на старте вроде как бы ничего не испытывает, но он как сжатая пружина, на напряжение. И мы что получаем? Мы получаем, что очень сложное состояние человека можно оценить по этой шкале. По трем всего лишь цифрам. Да, в реальности мы можем испытывать несколько эмоций одновременно. Мы можем испытывать сложный спектр эмоций, но есть какая-то средняя, какая-то средняя эмоция. То есть, если мы испытываем эмоцию удивление и злость одновременно, получается, что они как бы складываются. И на физиологическом уровне, на телесном, про которое я говорю, получается, что я нахожусь, если я испытываю это и это одновременно, где-то вот тут вот на стыке тревоги и уверенности. То есть, нельзя это отличить по органическим проявлениям от вот этого вот сложного букета эмоций. То есть, есть какая-то точка, которая представляет собой среднее или критическое всего того, что испытывает человек. И эту точку можно замерить на этой плотности. И еще Вунт, он определил правила. Мы не можем, то есть, человек не может моментально перескакивать в этом вот диапазоне. Мы не можем, если человек испытывает крайнее возбуждение, мы не можем заставить себя испытать моментальное спокойствие. И наоборот. Если он испытывает нердовольство, мы не можем заставить себя испытывать частью тучи в эту секунду. Это динамический процесс и занимает какое-то время. И движение по вот этим шкалам вновь имеет определенную динамику. Например, напряжение нарастает всегда постепенно, а разряжается очень быстро, как конденсатор. Возбуждение, наоборот, повышается очень быстро скачком, а падает постепенно. И удовольствием удовольствия, скажем так, оно сначала быстро нарастает, а потом все медленнее и медленнее. Ну и в обратную сторону то же самое. То есть вот эти графики, динамики. То есть передвижение по этим осям имеет определенную динамику. И еще. Очень редко настроение наше меняется по какой-то одной оси. Оно меняется сразу по всем трем оси. И мы можем таким образом, зная эти законы, управлять правильно человеческими эмоциями и вызывать нужные. Например, мы хотим заставить человека засмеяться. Как мы можем это сделать? Нам нужно, например, мы можем заставить его накопить напряжение, а потом разрядить его как конденсатор и эту энергию направить или в минус, или в плюс. Если она попадет в минус, он испытает какой-то там испуг, ужас, ярость. Если она попадет в плюс, он испытает удивление, радость и смех. Ну вот, то есть. Мы проектируем, допустим, ситуацию. Вот представьте, что мы снимаем кино. Нам нужно накопить напряжение. Окей, мы помещаем человека, например, на склад, в лизопарке, и показываем, что силуэт тигра, что сбежала из клетки тигра, и человек тут в лабиринте, он не знает, где этот тигр находится. И человек там ходит, прячется, и, в общем, напряжение нарастает. Но мы не можем это делать очень долго. Мы не можем 20 минут наращивать движение. Оно дойдет до предела, и дальше наш зритель уже не сможет его накапливать, он будет держать, держать, а через какое-то время оно начнет падать, возбуждение сменится успокоением, он потеряет интерес к нашему кино. 20 минут мы не можем эту сцену держать. Или, например, 40 минут погода на автомобилях. Это слишком долго. Но мы должны понимать, что вот он за это время накопил напряжение, и теперь мы должны его разрядить. Мы его можем или в минус разрядить, или в плюс. Плюс мы его разрядим, ну, это вызовет смерть, потому что как раз попадем сюда вот. Плюс мы его разрядим чем? Тем, что сменим ситуацию, покажем, что то, ради чего все напрягалось, на самом деле это неправда. Например, мы покажем, что ходит человек по складу, там уже карабин, взял ружье, и тут он видит, что тигр сидит в клетке, и замок нетронутый. Он обращивается в виде котенок. Он понимает, что эта сеть от котенка упала, и в этот момент зритель испытывает разрядку. И поскольку это событие позитивное, он может засмеяться, ну, если это правильная форма. Вот. Ну, это просто как пример. И в игре то же самое. Мы ведем пользователя. Мы должны понимать, как мы его ведем, по какой траектории и так далее. Потому что настроение пользователя никогда не стоит на месте. Он все время движется. Он движется в этом пространстве. Мы должны его ввести в определенную траекторию. Например, мы не можем максимально, то есть постоянно наращивать уровень сложности. К этому моменту, значит, мы знаем, какие есть эмоции, как их мерить, как правильно вести. Но какие у нас есть инструменты, чтобы управлять эмоциями? Я знаю пять очень мощных инструментов. Как можно это делать в играх? Это нарратив, имблей, игровой процесс, цвет, визуальный ряд, он же, ну, и интерфейс, и все, что с этим связано, и музыка и звуки. Каждый из этих инструментов, это, наверное, заслуживает отдельной целой лекции. Поэтому я очень вкратце остановлюсь на всех этих элементах, если я это время еще представляю. Нарратив. Многие думают, что нарратив – это какой-то сюжет, или какие-то диалоги, или описание событий, как там, что было после чего. Но правда в том, что нет. Это не так. Вообще само слово «нарратив» оно появилось в двадцатом веке, когда возникло такое явление, как постмодернизм. Постмодернизм, говорит, не обязательно вообще рассказывать, как было. И вообще нет никакой разницы, что мы рассказываем пользователю. Какую-то правду, например, как там, киносидер шел на половцев с историческими фактами, что это все доказано. Или мы рассказываем про Кодана варвара. Вообще не важно, про что мы рассказываем, главное то, что испытывает читатель, или там зритель, когда он это воспринимает, вот этого всего. И постмодернизм, вот там такие мрачные термины, поскольку это постмодернизм, смерть повествования, смерть автора. Смерть повествования – это всего лишь то, что вот это повествование, нарратив, не факты, а именно само повествование, оно продолжает жить за рамками самого себя. Вот хороший пример вот этих косплеев. Например, есть какое-то аниме, это какой-то нарратив. оно создает свой мир, свои персонажи, свою систему отношений. Но эти персонажи продолжают жить за пределами этого аниме. Они живут в этих косплеерах, они живут в нашем сознании. Или, например, «Звездные войны». Они живут уже помимо воли Джорджа Лукаса, например. И в Минске. Недавно был какое-то какое-то событие, когда Дарт Вейдеры и штурмовики в музее первого съезда ЦК РСДРП что-то там делали, и учили какую-то акцию. То есть эта вселенная живет своей жизнью. То есть изначально оно уже, вот это изначальное кино, вот это повествование, оно уже не имеет роли, оно живет само по себе. Вот. И тут есть еще такие штуки САНСПЕНС и так далее. Что такое САНСПЕНС? Это нагнетание как раз вот этого вот напряжения по оси X или Z. По оси Z. То есть нагнетание, напряжение. Обычно в голливудских фильмах напряжение могут нагнетать только на негативе. Например, когда там герой ждет, что его сейчас убьют или еще что-нибудь в кундуке. А Хичкок, Альфред Хичкок, он в своих фильмах умел нагнетать напряжение просто и на позитиве, на нейтралне каком-то. То есть просто показывает обычную жизнь, но таким образом манипулирует всем, что зритель испытывает нарастающие нарастающие движения, которые подводят кульминации и дальше его подвозят к катарсису. То есть испытывание глубоких эмоций. пример, как можно вызвать саспенс. Это все очень хитрые дрюки. Например, мы показываем обычную комнату, все нормально, все обычно, но шкаф открыт. Казалось бы, мелочь, это ничего не значит. Но у зрителя возникает сразу какой-то интерес. Его фокус, внимание фокусируется и напряжение начинает возрастать. что-то тут не то, что-то не то. Или, например, идет сюжет, там человек говорит, вот я сейчас это распечатаю. Он начинает печатать и принтер заклинил. Неожиданность какая-то, ничего не значит, но нагнетает напряжение. У Дэвида Линча в «Твин Пикси» был хороший пример, когда они проводили там вскрытие трупа и вдруг сломалась лампочка и свет залигал. Это случилось во время съемок просто случайно, но Дэвид Линч он сразу понял, какой-то эффект может иметь. он этот эпизод оставил. И эмоционально это сразу меняет вообще весь этот эпизод. Глубина. Есть такие игры Doom и Half-Life. Doom, Quake, например, создатель Джон Карнер, он говорил, что в шутере сюжет значит примерно то же самое, что сюжет в портной фильме. То есть он должен быть, но он никого особо не интересуется. И, соответственно, Doom и Quake, они по этому принципу построены. левел-дизайнеры там могут сделать комнату с монстрами, игрок проходит, стена открывается, монстры выходят. Зачем там эта комната? Почему стена открывается? Что монстры делали там все это время, пока игрок не пришел? Никаких ответов на это нет и не может быть. Соответственно, глубины нет. И максимальные эмоции, которые человек испытывает, они на самом деле мужичковое. Выскочили, стрельнул, убил там, испугался, бежал. Все. А вот Half-Life нет. Первый Half-Life, он построен таким образом, что игрок верит, что это действительно научная база. Он видит, что все эти лаборатории построены по определенным принципам. Вот генераторная, вот кабели идут, вот здесь стоит установка, если включить, она работает. Все логично, все понятно. И персонажи, которые там есть, они вызывают куда больше сочувствия. То есть, это не просто статисты. Когда в Half-Life начинают стрелять по всем подряд, и по ученым тоже, это вызывает глубокий эмоциональный отклик игрока. И вот эта вселенная, этот мир, он куда более жизнеспособен, чем мир Дум. Потому что мир Дум, он плоский. Но мир Дум построен, зато на архетипах. Он построен на архетипе агрессивного лабиринта. Про архетипы, это можно поговорить, что это такое. Ну, короче говоря, архетип агрессивного лабиринта, он лежит в основе большинства шутеров. Это то, что делает их фан. Это то, почему в них интересно играть. Если бы там не было лабиринта, если бы это просто поле, и вот монстры, это была бы совсем другая игра. Геймплей. Тут я это проскочу, потому что есть, вот я говорил про сложность, она не может нарастать. Мы должны вести его в какой-то там дугент, пользоваться вверх-вниз, вверх-вниз. Ритм, чем, например, чем чаще ритм, ну, в музыке, например. Чем быстрее темп музыки, тем больше энергии мы испытываем, когда мы слушаем эту музыку. Чем медленнее, тем меньше. Если мы хотим поддержать интерес, мы должны ускорять виды. Но мы не можем это делать бесконечно. Мы должны дать пользователю отдых, значит, мы должны потом замедлять виды. Статус иерархия, ну, это аватарис, это такое, лимбическая система, это про, ну, про группу, про стаю. И поэтому она поощряет нас, когда мы ставим все уникальные аватары, которые другие могут увидеть, которые наш статус как бы повышают. Ну, мы чувствуем удовольствие, если наш статус в группе повышается. Есть такая интересная вещь – людонарративный резонанс. Это значит всего лишь, что элементы там всего, геймплея, например, в игре, должны соответствовать с другими элементами, например, с нарративом. К примеру, есть жанр такой hidden object, когда нужно на картинке найти какие-то там объекты. Если это у нас игра про детектива, который ищет про криминалиста, который на сцене преступления ищет лилики, эта механика отлично подходит, она ложится сюда. А если мы про криминалиста сделаем ферму, например, то есть вот отдел экспертиз, вот отдел того-то, и бумажки там циркулируют, мы можем получить обратный эффект. Это получится какая-то комедия или какая-то антиутопия про полицейское государство, что-то в таком духе там, где дела публикуются, там как на заводе выращиваются, как на ферме. И во многих играх есть трюки. Вообще надо сказать, что все эти инструменты, они работают только пока игрок не догадывается, что они есть. Если он понимает, что они пытаются воздействовать, всё, не работает. Вот, например, многие трюки, которые используются для того, чтобы вызвать… для того, чтобы вызвать эмоции, я надеюсь, они заработают, но я пока по памяти скажу. Например, во многих шутерах последняя полоска ХП здоровья, она имеет гораздо большую ёмкость, чем все остальные. То есть, допустим, все полоски здоровья по пять единиц, а последние десять единиц. Но игрок про это даже не догадывается. Ему кажется, что он был на волоске от гибели, что его почти убили, а он всё-таки выкрутился. И он испытывает эмоции. То есть, если он испытывает стресса, потом он испытывает удовлетворение, благодаря этому трюку. Или его коллайдер пули, то есть область взаимодействия пуля, больше, чем у монстров. Монстрам сложнее в него попасть, чем у ног монстров. Или была игра, не помню, как называется, космический шутер, леталка, стрелялка. Ну да, спасибо. Там геймдизайнеры хотели создать ощущение эпичности. Эпичности боя, что всё взрывается, что там огромное количество кораблей, все летят, стреляют, взрываются. И что они сделали, чтобы это подчеркнуть? Они сделали, что если даже в корабль попадает, он должен взорваться, он не взрывается до тех пор, пока он не попадет в поле зрения игрока. И от этого игроку кажется, что происходит эпическое просто как-то сражение. Вот. Или, например, пули искривляют таректорию. Просто чудеса физики. Мы стреляем, рядом стоит бочка, она искривляет таректорию, чтобы попасть в бочку, чтобы она взорвалась. Поскольку это повышает фан-фактор, когда всё взрывается и так далее, они специально вот это делают. Если игрок про это догадается, ну, конечно, всё, это перестает работать, он, наверное, даже обидится. Вот. Это секрет. Или, например, в тех же сундуках есть счётчик, который защищает игрока от тотального невезения. Я делал игру «Стар Крузет», это аналог «Ходстолм». Не совсем, но она похожа на «Ходстолм». У нас был честный рандом. Люди очень возмущались, потому что зашёл какой-то известный стример, начал стримить, открыл двадцать колод карт, этих «хопустеры», они у нас называются, и ни в одной не попало у них никакой значимой карты. Просто так не повезло ему, рандомно. А это произошло на стриме. И он говорит, ну, разработчики здесь, вот они жадные какие, они специально подкручивают, чтобы не попадали ценные карты. А это просто не повезло. Вот. Стрим закончился, он открыл следующий, там выпало три лимпических карты. Вот. Иногда, честный рандом, он просто убивает всё, честно говоря. Но все игроки думают по-другому. Цвет очень важный. Как говорил Конзинский, вот такой художник, известный, хитриматист и писатель. Цвет – это язык нашего подсознания. Цвет может напрямую управлять настроением. Я не буду это всё рассказывать. Есть очень хорошая статья, вот эта вот, там здесь написано, «Ник календы. Цветовая психология полных гидромаркетологов». Вы можете погуглить, и там всё подробно расписано. Вот хороший пример. Мы хотим увеличить нужное время на обработку информации или сократить. Мы хотим, чтобы игрок как-бы споткнулся немножко, замедлился, читая какой-то текст, или наоборот, чтобы он ускорился. Для того, чтобы замедлился, мы выбираем эти цвета. Как это работает и почему очень хорошо, тогда, соответственно. Если он хочет, чтобы он немедленно нажал на кнопку, выбираем вот эти цвета. Это помогает, это реально работает. Ну или вот ещё другая табличка. Если мы хотим вызвать определённое чувство, например, мы хотим, упираем на искрину, что мы должны использовать жёлтый цвет или розовый, или белый. Visual UI. Многие думают, что интерфейс – это что-то такое неважное. То есть главное сделать красивую игру, а интерфейс, ну, он тоже должен быть красивый, и всё. На самом деле это не так. Во-первых, нужно понимать его в итоге, для кого создаётся. Если мы сделаем продукт для домохозяек, им лучше один интерфейс, если и для подростков, им лучше совсем другим интерфейс. Эмоциональное перекрашивание. Простой пример. Допустим, мы делаем сайт. У нас есть кнопка «Корзина». Мы можем сделать просто «Корзина». Мы можем апеллировать к эмоциям. Мы можем сделать так, что когда пользователь этого магазина делает покупки, он набивает брюшка корзины. Она как бы набивается ими, и она улыбается. Это корзинка. И пользователь чувствует совсем другие ощущения. А ведь это просто кнопка «Перейти к корзине», не более того. Но восприятие совсем другое. И вот один мой знакомый делал ферму во Вконтакте. Там нужно периодически урожай отправлять из амбара на рынок. И там была кнопка «Отправить на рынок». И они что сделали? Ну, эта отправка занимает какое-то время. И эмоционально пользователи не любили нажимать на эту кнопку, потому что он нажимает, и нужно ждать. Они что сделали? Они вместо кнопки нарисовали симпатичного гослика в тележке, который везет эти покупки радостно на рынок. И ощущение у пользователя было совсем другое. Им нравилось это делать. Эту процедуру они получали удовольствие. Более того, они покупали специальные украшения для этого гослика. Потому что они эмоционально к нему относились. То есть, вот сравните. Кнопка «Отправить на рынок», какая бы она красивая ни была, и вот симпатичный маленький ослик, который такой питомец. Но по механизму, на самом деле, это кнопка. Просто для пользователя это ослик. Погружение UI-парадигма. Если UI существует отдельным слоем, это плохо. Очень хорошо, когда он интегрировался в саму игру, и мы рассказывали даже самим UI какую-то историю. Например, когда мы делали старт-крузейд, какую историю, я думал про то, какую историю мы можем рассказать пользователю через интерфейс. Как мы можем оформить игровое поле. Как в Хэрсторме, но это скучно, и вообще это повтор. В Хэрсторме такая парадигма, что таверна, где герои Варкрафта, вселенной играют в карты. Повторять это скучно. Мы сделали, что мы находим свой гигрок на мостике космического корабля, он на орбите планеты. И вот эти карточки, это он не играет, на самом деле, с другими игроками, а эти карты, это такой интерфейс. Они реальные объекты, потому что коллекционировать реальные объекты интереснее. Это коллекционная карточная игра. Но при этом они объект интерфейса. Он кладет их на свой голографический мостик, и эти карты представляют собой какие-то реальные войска, реальные космические корабли, пехоту и так далее. И когда там происходят всякие столкновения, урон наносится. Мы видим, как на планете там возникают реальные взрывы, корабли пролетают. Это, конечно, ужасно, как пропаганда милитаризма, но с точки зрения создания какой-то эпичности и пафоса это очень хороший инструмент. Особенно, когда, ну, я, я, всякие трюки, там, я своя кухня. Например, когда наносится сильный удар, там появляется ядерный взрыв. Но они не моментально появляются. Наносится удар, и через две секунды медленно появляются ядерные взрывы, и они там продолжают происходить. И этим создается ощущение, что это реально далекая планета, потому что эта задержка, она создает ощущение расстояния и какой-то эпичности. Если бы эти взрывы были быстро, это было бы мультяшно, нейронистично, а когда мне медленно, там, по десять минут, то это, да, совсем другое. Шрифты, типографика. Есть очень интересный мастер-класс, называется вот так вот, Алексей Коптеров «Почему стиль джоб судьбой шрифты». Я просто вкратце скажу, это очень интересная вещь. Шутка, набранная «Эриал» на десять процентов смешнее, это доказано исследованием, смешнее, чем шутка, набранная «Таймс». Или вот, например, степень убедительности текста в зависимости от шрифта. Если текст набран шрифтом «Баскервиль», он на пять процентов убедительнее, чем шрифт, набранный шрифтом «Комикс Сан Сериф» из «Винуса». Казалось бы, пять процентов – это мало, но если мы возьмем аудиторию большую, это много. То есть мы что-то пишем, и пять процентов больше верят только из-за того, что он убедил шрифтом. Это просто фантастика. А если мы задействуем другие средства, и музыку, и нарратив, и шрифты, и цвет, и все на свете, это уже будет не пять процентов, это будут куда более высокие проценты, с помощью которых мы просто управляем эмоциями и управляем восприятием пользователя. Очень советую посмотреть этот мастер-класс, очень интересный. Музыка – это самое последнее. Многие считают, и я с этим сталкивался в индустрии, потому что я работаю, вот у нас крупные саундтреки, давайте их поставим. Это неправильный подход. Хотя бы потому, что эта музыка, она может не то настроение вызывать. Она может быть замечательной, гениальной, но она идет в разрез. И лучше ее вообще выкинуть, лучше никакой, чем вот такое делать. Мы должны все средства направлять в одну точку, фокусировать. То есть мы нацелили, куда мы должны вести пользователя, и все средства направлять в одну точку. Какая ошибка? Не уделяя большое значение музыке, ее делаю просто историчный элемент, а вот была. Это неправильно, потому что музыка очень сильно направляет эмоционально. Очень много производителей делают так, что трек бесконечно крутится, крутится и крутится, крутится и крутится. Это приводит к тому, что он замыливается, надоедает и его отключают. Ни в коем случае нельзя давать повод игроку отключить музыку. Если он отключит музыку, он отключит канал очень важного эмоционального воздействия на пользователя. Нужно уметь остановить музыку в нужный момент. Нужно уметь разнообразить, чтобы играл немножко разный тренд и так далее. Есть много разных таких приемных. Правильно, как я сказал, и синхронизация музыки с остальными элементами – это очень мощно. В какой-то игре «баттл», как называется, боссы стреляют только в те моменты в пользователях, которые, ну, музыкой заданы. То есть, когда музыка нарастает, там какой-то драматический такой «та-да-да-да», и только тогда они стреляют. И из-за этого воздействие эмоциональное в этой игре куда глубже. Кажется, что этот босс, когда он атакует, это действительно что-то страшное. Если бы это «та-да-да-да» играло в случайный момент, когда этот босс отвернулся и куда-то ушел, это бы так не работало. Вот, в общем-то, все. Если кому-то интересно, можете добавить там в Facebook и так далее. Вот, если у кого-то есть вопросы, я готов. Все снимают активно, записывают, да? Все показали. У меня больше не вопрос, а комментарий по поводу музыки и синхронизации с игровым процессом. Я знаю, что иногда делаю шаг дальше, и весь игровой процесс ставит под тот же ритм, что и музыка. Да. «Soul» в сериях делаю, в перспективе в экшен-играх, то, что не просто конкретно под музыку, а все действие подчинено ритму, и ритм совпадает с музыкой. Ведь Мак тоже вроде бы GAT и подобное что-то делает. И по поводу трюка-шотеров и кинематографической физики знаю, что иногда делаю, что чем дольше летит пуля, тем больше у них становится коллайдер, чтобы с большой дистанции и проще попадать, и гэкшоты лешать. Это специально, делается такой читинг в сторону игрока. Ну да, с вами, конечно, куда-то попадет. Да, ну, то есть шутер – это не какой-то там симулятор баллистики, а наоборот. Нет. Есть игры, в которых это неуместно, например, «Арма», но там история такая, что им надо реализовать. Вот почему, например, мне кажется, World of Warplanes – неудачная игра. Потому что в игре про самолеты нельзя использовать механику шутера. В игре про танки можно – это танковый шутер, а вот в игре про самолеты это выглядит неуместно. Шутер про самолеты – это странно. Какая компания механика? World of Warplanes – это механика шутера. Шутера. Ну, потому что World of Tanks – это шутер. World of Warship – кораблики – тоже шутер. Но самолетики, шутеры, не подходят, не ложатся. Почему? 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 Ну, почему? Ну, потому что, видимо, шутер – это что-то более приземленное, связанное с землей. А самолеты – это… Ну, полеты… Да, это симулятор. А вот… А почему тогда, почему танки – это шутер? Это как раз симулятор. Одинный стратегический симулятор. Если мы проанализируем танки, основная механика там, мы увидим, что там есть чуть-чуть… Ну, там этого симулятора вообще, на самом деле, немного. Вот, хотя есть. Пробитие брони моделируется, да. Кумулятивные снаряды, видите. Бронебойные болванки, они по-разному пробивают – это есть там. Но очень много там есть просто простого шутера. Особенно, если мы возьмем World of Tanks Blitz – там просто шутер. Просто ты играешь танком, а не человеком. Вот. А сейчас… А World of Warplanes – там вот хорошо быть больше симулятора, а там меньше симулятора. И поэтому конкурирующий продукт… Как он там называется? Вортандер. Вортандер, да. Вортандер, да. Он лучше, потому что там есть хардкорный режим. Потому что там фишка именно в том, что тебе надо на опережение вот любить со симулятором. Там надо рассчитать траекторию… Да. Хотя лично я не играю даже в Вортандер, потому что даже, ну, для меня это попса. Я люблю очень хардкорный эмоционный симулятор. Где нужно управлять радиатором правого двигателя, шагом винта и все такое. То есть в L2 нужно? Как L2, да. Или Майкрософт-2 симулятор, или это… комбат… в общем… DTCS – Digital Combat Simulator. Не летайте. Летал. Но я еще не получил лицензию Private Pivot, но это неинтересно. Я хотел бы понять, что тогда нужно вначале делать? Искать, выбирать аудиторию целевую, а потом под нее идею игры? Либо все-таки в начале идея игры, а потом уже пытаться найти для этой идеи аудиторию? Очень хороший вопрос. Можно поразить. Если вам интересно сделать именно эту игру, если вам нравится эта идея, и вы хотите ее реализовать, конечно, нужно наоборот, под идею подбирать аудиторию. Ну, может быть, если вы выберете эту аудиторию, то увидите, что она еще интересуется чем-то другим. Тогда это можно идею как-то дополнить. Вот. А если задача, как очень часто бывает, сделать коммерческий продукт, который бы приносил прибыль, то идет все наоборот. Берется таргет аудитория, для кого это делается, и уже пляшется все откуда. То есть даже, наверное, с выбором платформы целевой, там, не знаю, Instant Games, тот же мобильный, десктопный, браузерный игры? Конечно, да. То есть это все зависит от аудитории. Сначала аудитория, а потом, о чем она играет, где она там привыкла тусоваться и все такое. Спасибо. 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 – Спасибо большое за много информации. Спасибо.